Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. Владимир Васильев побывал с рабочей поездкой в городе Буйнакск. Там глава региона посетил новый сквер у фонтанов. Место было выбрано не случайно. Это один из самых крупных объектов в республике, благоустроенных в рамках проекта «Мой Дагестан. Комфортная городская среда». На улучшение территории ушло порядка 16 миллионов рублей. 16 миллионов построил это все. Могли дороже построить. Я уже даже сам понимаю, что могли. Причем архитекторы не занимались. Они сами советовали. Советовали с вами. Большое спасибо. Ведь советовали с вами. Советовали с вами. Советовали вам. В таком случае это бы дешевле. Понимаете? Поэтому это обязательно будет делать. Но при этом я бы хотел, чтобы мы все тоже должны. Вот так успокоишься. Качество воды, дороги и благоустройство улиц глава Дагестана обсудил на встрече со старейшинами республики. Кураторы проектов рассказали о ходе реализации приоритетных проектов развития региона. Работы будут продолжены. Для этого уже выделен бюджет на 2020 год. Мы в этом году действительно предуспоряли 771 миллионов рублей на реализацию этой программы. В том числе 368 миллионов рублей. То есть 638 миллионов рублей мы предуспоряли на дороги городов. За исключением Ахачковой и Ербетов, потому что они подняли программу финансироваться. И 132 миллиона рублей мы предуспоряли на дороги и проектов. Так вот, в следующем году у нас эта программа будет расставить на 1 миллиарда 250 миллионов рублей. И мы весь прирост предлагаем направить на дороги районов. Это будет чуть меньше 600 миллионов рублей. В республике в 2019 году планируется создать свыше 25 тысяч новых рабочих мест, что на 2 тысячи превышает аналогичный прошлогодний показатель. Об этом сообщает Минэкономразвитие республики. Рост денежных доходов граждан будет обеспечиваться за счет индексации заработных плат в бюджетной сфере, увеличение размеров трудовой пенсии и ее индексации, роста заработной платы в секторах экономики республики. Кластер развития солнечной энергетики появится в Дагестане. Помимо традиционных для местных гор гидроэлектростанций, планируется развивать и использовать солнечную энергию. С этой целью в регион были приглашены представители крупнейшей в России компании, работающей в области солнечной энергетики, которая является группой компании «Хэвелл». Она имеет опыт реализации крупных проектов. Специалисты компании уже осмотрели несколько площадок в разных регионах республики, которые планируется использовать для создания солнечных электростанций, отобрав из них наиболее перспективные. Кластер развития солнечной энергетики позволит привлекать инвестиции вплоть до 2035 года. Сто новых лифтов появятся в домах республики по программе капитального ремонта до 2020 года. По словам руководства Фонда капитального ремонта, несмотря на невысокие сборы взносов, объемы работ по замене лифтов растут. Ситуация сложная, еще и потому, что срок службы более 500 лифтов в следующем году заканчивается. По истечению срока службы, а это 25 лет, необходимо провести экспертное обследование, по результатам которого должно быть выдано заключение о необходимости ремонта, модернизации или полной замены оборудования, так как их эксплуатация небезопасна. В Дагестане завершили ремонт шести мостов. Работы проводились в рамках реализации госпрограммы развития территориальных автомобильных дорог республиканского межмуниципального и местного значения Республики Дагестан. Мосты отремонтировали в Кизлярском, Кумтеркалинском, Новолагском и Хасавертовском районах. Всего же до конца года запланировано отреставрировать 9 мостов. Олимпиада на знание основ Конституции России прошла среди студентов на базе Гуманитарно-педагогического колледжа в рамках проекта «Азбука правовых знаний». Цель ее проведения – воспитать общероссийскую идентичность, гражданственность и приверженность ценностям, закрепленным в Конституции. В мероприятии приняли участие студенты 15 профессиональных образовательных организаций Дагестана. Мы все знаем, что правовой нигилизм был всегда, и в рамках проекта мы хотим минимизировать правовой нигилизм среди молодежи. Хотим, чтобы молодые люди знали свои права и обязанности. В 2015 году был выигран грант на территорию смыслов на Владимирской области. И с этого момента мы начали проводить эти олимпиады, мероприятия с 2016 года. И в рамках этого проекта мы уже провели много мероприятий совместно с другими организациями. С всеми же комитетами по спорту, туризму, мин. молодежи, прокуратурой, судебными органами и так далее. Пришел, увидел, победил. Золото открытого всероссийского турнира на призы медалиста Олимпийских игр Мурада Гайдарова досталось грузинскому борцу Автанзилу Кинчадзе. Девятые по счету соревнований проходили сегодня в Махачкале. Призовой фонд в размере полмиллиона рублей разыграли 30 вольников. Все они боролись в одной категории – до 74 килограммов. В этом весе Гайдаров провел большую часть своей карьеры. Турнир собрал множество почетных гостей и именитых спортсменов. Самым титулованным участником стал Автанзил Кинчадзе. Прошлогодний вице-чемпион мира здесь ожидаемо добрался до финала, где в упорной встрече взял верх над хасавюртовцем Аманулой Гаджимагамедовым. Я хорошо знаком и уважаю борцовские традиции Дагестана. На ковре встречался со многими вашими спортсменами. Здесь высокая конкуренция внутри республики и страны. Поэтому я уверен, что сегодняшние мои соперники способны показать хороший результат на чемпионатах мира и Европы. Помимо кубков и медалей, всем призерам турнира вручили денежные премии. Кроме того, отдельно были награждены тренер чемпиона и борец, проявивший волю в победе. Хочу поблагодарить всех, кто приехал, спортсменов, тренеров, судей, болельщиков, всех и организаторов, кто помогал, кто принимал участие. Всех хочу поблагодарить. Всем здоровья. И, в следующем году мы также встретились и провели достойный турнир. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных выходных. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин